Сегодня на библейском портале «Экзогет» мы продолжаем наши беседы по трудным местам Священного Писания. И сегодня мы рассмотрим вопрос о четырех женщинах, три из которых названы по имени, и в связи с этим рассмотрим вопрос, куда пропали имена трех царей из родословия Христова. Итак, мы читаем Евангелие от Матфея, 1 глава, с 3 по 6 стих. Июда родил Фореса и Зару от Фамари, Форес родил Исром, Исроб родил Арама, пропускаем 4 стих, 5 стих. Соломон родил Ваоза от Рахавы, Ваоз родил Авида от Руфи, Авид родил Иесея, 6 стих. Исей родил Давида царя, Давид царь родил Соломона от бывшей Заурию. Итак, мы видим имена трех женщин. Это Фамарь, это Рахав, это Руфь и упоминание четвертой женщины, имя которой не называется. То, что имя пропадает в Ветхозаветной экзегезе, это считается как бы божественное неодобрение. А когда имя, например, удваивается, Авраам, Авраам, Моисей, Моисей, это особое Божье одобрение. Надо прямо сказать, что в еврейских родословиях не принято упоминать женские имена. Хотя мы находим некоторые женские имена в Ветхозаветных родословиях, но они очень редкие. Очень редкие. Зачем Матфей, который по преданию писал свое Евангелие для христиан Палестины, большая часть из которых в первом веке это были лица еврейской национальности. Он помещает в родословии Сына Божия имена трех женщин и упоминает четвертую. Причем Матфей не упоминает имена благочестивых женщин. Мы не видим здесь имени Сары, Рахиль, Ли. Это надо очень хорошо знать в Священном Писании, чтобы найти такие неудачные имена. Фомарь. Грех кровосмешения с тестем. Про Матери Иисуса Христа по прямой. Рахав. Блудница из Иерихона. Тоже про Матерь Господа Иисуса Христа по прямой. Руфь. Мавитянка. Тоже про Матерь Господа Иисуса Христа по прямой. В законе Божьем сказано, что мавитянин и в десятом поколении не войдет народ Божий. Руфь. Прабабка царя Давида. И бывшая Заурия – это Версавия, Батшева. Прелюбодеяние с царем Давидом при живом мужа. Для чего Матфей это делает? Помещает такие имена. Женщина – это символ жизни. Когда Адам давал имя своей жене, после того, как было сказано, что от нее родится тот, который сокрушит главу змея, он дал ей имя Ева по-еврейски «хава» от слова «хая» – жизнь. То есть женщина – это жизнь дающая. И Матфей, помещая такие сложные имена судьбы, он показывает, что тот поток жизненный, из которого по человечеству выходит Сын Божий, и в который по божеству, неслия, но он входит, он был замутнен. Фомарь – кровосмешение, Рахава – профессиональная блудница, Руфь – мавитянка, Версавия – прелюбодеяние. Матфей это делает сознательно. Он хочет показать нам очевидную истину, что даже в родословии Мессии, а родословие дома Иуды, даже в понимании иудеев, это, безусловно, родословие Мессии. Есть разные люди. Рахав и Руфь – даже не еврейки. Даже не еврейки. Рахав – хананьянка, Руфь – мавитянка. Таким образом, Матфей раздвигает просторы для сложности этого вопроса – кровосмешение, блуд, хананьянки, мавитянки, прелюбодеяние. И тем самым он показывает, зачем, для чего Мессия Христос приходит в этот мир. А он не погнушался по человечеству выйти из этого родословия, по божеству неслияно войти в него. Ведь он пришел в этот мир спасать не праведных, а грешных. В противоположность вот этой ситуации имена трех царей, следующих за Иорамом, пропущены. Это цари, которые управляли народом Божьим с 884 по 810 год до Рождества Христова. Это Ахозия, Иоаз и Амасия. Три. И три женщины входят в родословие собственными именами. Почему такая несправедливость к этим помазанникам? Дело в том, что Ахозия, Иоаз и Амасия впали в грех идолопоклонства. Они были идолопоклонники. А это хуже любого блуда, любого кровосмешения, любой нечистоты. Поэтому Матфей убирает их имена, которые, без сомнения, они тоже были на слуху. И каждый, кто читал это родословие, он видел эти три пропущенных имени. Их заменяют женщины. Три женщины, имена которых сохранились, и две из них, то есть две трети, это не еврейки, не потомки Авраама Исаака и Аква. Таким образом, Писание указывает нам, сам таинственным образом, на то, что произойдет замещение. Когда еврейский народ, царственный народ, священнический народ теряет свое значение, свой статус, ибо Господь попустил им потерять Иерусалим, пережить разрушение храма, рассеяние, и оказаться в Галуте, который продолжается уже почти две тысячи лет. Надо сказать, что в еврейском народе очень обостренное чувство справедливости, мера за меру. Таким образом, Господь что-то хочет им сказать, на что-то обратить их внимание. И Матфей так выстраивает это родословие, чтобы заставить задуматься. Сложности в любом ветхозаветном тексте, шероховатости, сложности, в еврейской традиции называется ремис. Ремис – это намек. Остановись и попытайся понять, что это означает. И вот эти женские имена, три имени, которые как бы заменяют трех царей, имена которых пропадают. Это не случайность. Это ремис. Как апостолы писали о язычниках, которые уверовали в Иисуса Христа, «Некогда не народ, а ныне народ, некогда не помилованные, а ныне помилованные». И мы знаем, что в христианской традиции все крещенные во имя Святой Троицы – царственное священство, новый народ Божий, взятый в дел. Как апостол Павел пишет в послании к римлянам, «Не тот иудей, кто внешне таков, наружно таков, по плоти, но тот, кто внутренне таков. И ему похвала не от людей, но от Бога». Эти женщины сподобились этой похвалы. Они смогли преодолеть проблемы своей собственной судьбы, расстаться со своим собственным прошлым и стать проматерями еврейских царей, проматерями Христа Спасителя, грядущего Мессии. Здесь мы видим, как разрешая это сложное место, решая этот Ремис, мы получаем назидание для себя. Ибо если текст, любой текст Священного Писания не приносит нам назидание, это означает, что мы просто не выучили этот урок. Его надо еще выучить и понять, почему сказано так, как оно сказано. Подписывайтесь на библейский портал Экзегет, чтобы вам вовремя получать информацию о наших новых беседах и берегите себя.